шалом мы с вами поднимаемся на еще одну ступеньку выше потому что сейчас то что мы учим это уже то что называется митсвадео райса то что мы все говорили до этого времени это на самом деле все было дарабанан то есть тоже надо молиться все эти вот барахо то что мы говорили так пасы мудрецы а теперь мы начинаем изучать то что написано прямо в торе уже не какое-то просто постановление мудрецов не просто но есть разница между дорайта и дорабанан сейчас начинаем грипа кричма кричма это полностью отрывок истории когда весна вторе так мы это и говорим шмай сраэль для отрывок истории и написано в торе что-то митсва его говорить как бы уже не шутки да поэтому надо понять что это говорим мы каждый день до 3 до 3 часа часа временного то есть берем день 12 часовой день на 12 частей одна часть называется час три часа это четверть дня но обычно до календарях еврейских написано когда конец время кричма я подчеркиваю важно искать кричма течение первых трех временных часов это митсва мамаши мятура митва историю лучше всего сказать это прямо перед медсанец а то есть это восход солнца восход солнца на прошлом на пространстве я сказал что это рассвет я ошибся нет это не рассвет это имеется когда солнце уже вот вот уже первые лучики солнце встают это называется нет сахама восход и вот это время когда человек стоит и может начать молиться день начался начинаем молиться шмуна эсре амида и до этого говорится криат шма это самое лучшее время написано в хана рух насколько велика будет зарплата так сказать того кто это делает кто-то делать не успел в любом случае стоит сказать как можно быстрее лучше скорее ажма не тянуть крайне срок это третий час лучше чем раньше тем лучше горим криат шма и мы только сможем чуть-чуть коснуться смысла этого это огромная-огромная заповедь знаете что евреи во всем мире все знают это может только шма израэль почти все знают и принято что перед смерть как чувствует что он уже уходит за мир он говорит шма израэль надо понять почему он это говорит это очень-очень-очень большая тема мы только пытаемся немножко дать объяснение и наше объяснение будет конечно частичным но то что можем попробуем изучить то что называется как на верите альк-цемазлек к цемазлек на кончике вилки к-ц кончик мазлек вилка альк-цемазлек само собой что каждый по-своему воспринимает информацию что мы учим у каждого есть своя призма восприятия мы пытаемся паника пытаемся почувствовать что пытались нас довести донести слова истории итак шма израэль найти раньше не было молитвы не секр decreased храм и не было вот это не было сидора и не было молитвами просто не было не было не было этих текстов которые сочинили для для молитвы но что кричма была всегда И люди всегда молились. И написано, что раньше люди как молились? Говорили криат шма. Это была вся молитва. То есть просто долго-долго-долго с проникновением говорили шма из Исраэль. И можно представить, насколько много вложено в эти слова. Интересно, что до шма из Исраэль и после шма из Исраэль есть одно и то же слово. Это слово аава, любовь. Написано в Сидоре, можете проверить. Говорится из бараха до шма из Исраэль, там сказано баруха таашем, а бухер бамо из Исраэль ба аава, выбирающий, избирающий народ в Израиле с любовью. И мы говорим шма из Исраэль. И потом говорим ба аавта эсашем. Люби Бога. Снова ва аавта, и возлюби. То есть до этого любовь и после этого любовь. Это шма из Исраэль окружено любовью. Это главное в этом. Главное это любовь в шма из Исраэль. Есть вещи, которые главные. Это богобоязненность, трепет и любовь. Две самые важные вещи в концепции шма из Исраэль. Поэтому это до и после. Аава. Понятно, что когда человек делает что-то с любовью, это видно, это чувствуется. Это не просто человек делает без любви, это сразу заметно. Понятно. Поэтому говорит шма из Исраэль с любовью. И не просто с любовью. Дальше написано шма из Исраэль. Бхолливавха бхолливавшихха. То есть от всего сердца. Все душой своей мы говорим шма из Исраэль. Это шма из Исраэль делится на три части. Есть три части. Мы начнем с первой части. На этом уроке, надеюсь, что мы успеем хотя бы первую часть. И дальше остальные две части. Итак, шма из Исраэль. Шма. Слушай. Слушай. Вот видите, перед тобой. Давайте я это зачитаю. Шма из Исраэль. Адуйной элогейну. Адуйной эход. Д. Важно каждую букву выговаривать. Потому что, опять-таки, это псуки мисторы. И каждое слово у нас на учете. Двести сорок восемь слов. Исключайно. Нельзя ни одного слова пропустить. И каждую букву надо уговаривать. Поэтому шма из Исраэль мы говорим не торопясь. Шма из Исраэль. Адуйной элогейну. Адуйной эход. Это шма из Исраэль тоже делится на три части. Самый этот пасуху делится на три части. Шма из Исраэль. Как будто запятая. Ашем элогейну. Слово как будто запятая. Ашем эхад. Три части. Шма из Исраэль. Шма из Исраэль. Ашем элогейну. Ашем эхад. Шма. Это слушай. Ну, сейчас все услышали. Это сказал. И что дальше? Зачем нужно это говорить каждый день минимум по три раза? Минимум три раза договориться. Утром, вечером и перед сном. А если кто-то ходит в снагогу и так далее, то это доходит спокойно до пяти раз. Шма из Исраэль. Зачем нужно так часто слушать? Шма из Исраэль. Это часто говорить. Что нового? Очень интересно, что новости почему-то мы очень любим слушать. Стоим утром, есть люди, которые без новостей не могут двигаться. Сразу газета, сразу радио. Или в интернете разные есть каналы связи. То есть новость это что-то очень важное, как пища. Новость это как пища. Почему? Человек, он так он устроен, он хочет понять, что прошло в мире, где он, что он, как он, что нового. Нужна какая-то информация, где размышления. Из этого без информации что делать. Поэтому новость мы очень любим. Если новость это касается еще лично нас, тогда вообще. Тогда мы начинаем про это говорить с друзьями и обсуждать, какие новости. Допустим, правительство постановило, что теперь каждый, у кого есть больше, чем одна квартира, должен платить налог. Ай, это хорошо, это плохо. Зависит от того, сколько есть квартира. То есть есть почва для многих размышлений. Запротив новости без проблем. Мы новости постоянно хотим слушать и мы про это говорим. Но Шмай Исраэль почему-то кажется скучноватым, на первый взгляд. Хотя на самом деле это не так. На самом деле, если мы будем читать параллельно Шмай Исраэль, я вам обещаю, что тут будет каждый день у вас новостей больше, чем из любой газеты. Это я вам гарантирую. Если вы этого не почувствуете, обращайтесь к гаранту. Но факт, что уже из поколения в поколение все евреи говорят Шмай Исраэль, и пока что на самом деле не надоедает. Наоборот, я можете спросить у других, каждый раз находятся какие-то новые смыслы, общие или которые касаются лично нас, и все в этих словах заложено. Это неудивительно, потому что штора написана не так, как любой текст. Газету прочитал, уже понял. То есть газету на самом деле читать два раза не имеет смысла. На самом деле скучно. Уже это все прочитал, уже все знаешь. То есть там уже нечего дальше вычитывать. Только если какой-то там очень-очень-очень такой текст. Но такого не бывает. Но в Торе это не так. В Торе мы читаем, 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 и это не кончается. Ну, чудеса. Так это устроено. Крячма. Нужно читать так, как будто мы читаем новый закон царя. Так написано Тур, Пусек, Пусек Аллахан, так он Тур переводит, что мы читаем Крячма не с меньшим интересом, чем мы читаем и газету, и любые новости, любые указы правительства. А наоборот, конечно, должно быть более интереса, больше трепета. Потому что этот отрывок, это указ от царя, всех царей. Это самый главный указ, который есть. Что там написано, сейчас проверим. Сейчас разберем. Написано так. Шма-Исраэль. Слушай внимательно. То есть, что это кошма, отошло, только ты просто послушай. Пойми, вникни. Это шма. Шма-Исраэль. Обращение к Израилю. Израиль это и я, это ты, это все. Это мы все, израиль. Каждый говорит другому. Шма-Исраэль. Мы говорим это вслух. Это говорится громко. Так, чтобы мы сами услышали, и другие чтобы услышали. Поэтому это надо говорить в голос. То есть, обычная молитва, другим молитвам мы говорим шепотом, а Шмай-Исраэль, можно сказать, в полный голос, и мы закрываем глаза, чтобы более сконцентрироваться. Это не обязательно глаза рукой закрывать, но так принято. Закрываем глаза, говорим Шмай-Исраэль, и дальше говорим Ашем-Илукейну. Эту фразу, это имя Ашем-Илукейну мы уже встречали. В любой барахе мы это встречали, мы видели Баруха-Та Ашем-Илукейну. Да, вот это вот и есть. Баруха-Та Ашем-Илукейну. То же самое. Шмай-Исраэль Ашем-Илукейну. Ашем Элюкейну то же самое. Барух Атта, имя Творца, Ютки Вапкей и Элюкейну. То же самое здесь, Ашем Элюкейну. Но что? Важно подчеркнуть, что то, что мы говорили до этого, там мы могли сказать Браху и не очень думать про Браху. Здесь же, если мы скажем Шма-Исраэль и не будем понимать, что мы говорим, не будем думать о имени Творца, то как будто мы не сказали Шма-Исраэль. То есть тут очень-очень важно, что называется Кавана, очень важно говорить с пониманием и не отвлекаться, и мы поэтому закрываем глаза. Считается, что если сказать это без понимания, Бликована, Люцим Редехова, Шма-Исраэль не засчитывается. Поэтому давайте разберем, что такое Ашем Элюкейн. Шма-Исраэль, Ашем Элюкейн. Я в прошлых уроках очень много, так сказать, философствовал, говорил на тему Творца, его отношения к нам. Все это было не случайно. Все это было именно для того сделано, чтобы сейчас понять, о чем мы говорим. Поэтому важно слушать прошлые уроки о величии Творца, о отношениях наших с ним. Давайте еще дальше разберем и добавим. Что такое имя Ютки-Вавки? Вот это вот можно только еще раз посмотреть на экране. Да, имя Ютки-Вавки. Вот видите, тут даже есть оголосовки, это очень хорошо. Кстати, нужно читать Шма-Исраэль не просто с оголосовками, не кут, то, что называется, а также из таамим, то есть правильно это напевать. Но это не все могут, и кто-то не может, это не страшно. Но, по крайней мере, оголосовки надо их соблюдать. И тут написано оголосовки очень хорошо. Видите, что над именем Ютки-Вавки есть оголосовки. Это такие оголосовки, как и в слове Ле-У-Лям. Если мы напишем слово Ле-У-Лям, Ле-У-Лям, Ле будет Шва. Как вот под Ютуб видите Шва, тоже Ле-У-Лям там внизу под Ламбуд будет Шва. Ле-У, точка над Гей, это О. Ле-У-Лям. Камац, под вторым ламбудом Ле-У-Лям, как и здесь под буквой Вав. Да? Ле-У-Лям. То есть оголосовки этого имени, они совпадают со словом Ле-У-Лям. Что такое Ле-У-Лям? Ле-У-Лям это навсегда в будущем. Есть Ме-У-Лям, это навсегда в прошлом. Ме-У-Лям. А есть Ле-У-Лям, это в будущем навсегда. Что в будущем навсегда? В будущем навсегда вот эти буквы, видите, Ютки, Вавки. На что это похоже? На что это похоже? Гей. Буква Вав. Буква Гей. Это похоже на слово ГОВЭ. ГОВЭ. Это похоже на слово ОВЭ. Слово ОВЭ, мы знаем его как в настоящее время называется ОВЭ. Но ОВЭ это так же то, что есть. То, что, вот, та самая реальность, о которой я говорил в начале урока, это то, что мы видим наяву, то, что есть, это называется ОВЭ. Есть как бы есть иллюзии в этом мире, есть иллюзии. Иллюзии то, чего нет, это иллюзии. А есть то, что есть, это называется ОВЭ. То есть, Ашем, его им показывает на то, что он, как бы, и составляет вот эту нашу реальность, наше ОВЭ. Это слово Ашем. И есть Ют в начале слова. Ют это будущее время. То есть, в отличие от нас, в которых есть только ОВЭ, в будущем мы никак не можем жить. У Ашема, как бы, есть, эти времена, они, как бы, стираются. У него нет понятия время и место. Поэтому для него, вот эта вот реальность наша, она входит тоже в будущее. Поэтому буквально на это напоминает, на это намекает. И также Ле ОЛЯМ, да, вот это Ашем, он ОВЭ, сейчас, он этот мир постоянно подпитывает. Без него мир не может ни одной секунды существовать. Это ОВЭ. Это будет продолжаться и дальше. Это, как бы, вот, то, о чем мы говорим. Это вот Ашем. Шма Исраэль, наш Бог, наш Творец, он вот такой, он вездесущий. Он, в принципе, составляет весь наш мир. И он также направлен на будущее. Он мир тут оживляет и дальше будет оживлять. И дальше слово ЭЛУКЕЙН. Интересно, что написано буквы ЮД, буквы ГЕЙ, буквы ВАВГ, буквы ГЕЙ. Но когда мы говорим, мы говорим по-другому. Слушайте, как мы говорим, Шма Исраэль, Адуйной ЭЛУКЕЙНУ, Адуйной ЭХАД. Мы вовсе не читаем это слово. Мы вообще не читаем. Мы читаем что-то другое. Это слово читать нельзя, потому что это имя Творца. Мы его не можем правильно почитать. Мы не правы правильно читать. Во времена храма, когда Коаним, Коангадоль в храме, он, да, произносил им имя Творца. Но мы этого не делаем. Мы говорим понятие АДНУТ, АДОН. АДОН это пластилин, БОС. Нам тут понять, с кем мы им делаем. Им делалось АДОН. Поэтому мы говорим это слово АДОН. АДОН, он по своей воле может все изменить. Он же АДОН, как БОС, он хозяин, да, поэтому он этот мир может спокойно изменить. Мы привыкли, что есть в этом мире какие-то физические законы, есть природа. Все это так. Но надо понять очень важную вещь, что все это так, но это может измениться. И это иногда меняется. Есть люди, которые могут это сами менять, разные там цедики, праведники. Есть рассказы, как вместо масла уксус горел. Почему бы и нет? Если АДОН сказал, что масло горит, это вот такая природа, что масло горит, но не такая природа. То почему бы уксус не может гореть? То есть АДОН может спокойно эту реальность сменить. Это АДОН. Он АДОН над всем. Этот АДОН, он наш. Он наш ЭЛУКЕЙНУ. Он наш Творец. И он ИХАД. ИХАД. АШЕМ ИХАД. ШМА ИСРАЭЛЬ АШЕМ. ИЛУКЕЙНУ. Вот наш Творец, который он ИХАД. Значит ИХАД. ИХАД это один, да? Значит один. Не просто как бы он один и нет других богов. Умениться в виду, что кроме него вообще нет другой реальности, как мы говорили. Что он и составляет саму реальность. Он один вообще. На весь наш мир, грубо говоря, это все ЭЛУКУТ. Это все одно. АШЕМ ИХАД. И это именно то, что было очень трудно понять и до сих пор трудно понять народом мира. Народом мира они не могут понять, как такое может быть, что есть какая-то одна сила, которая управляет всем. Что-то одно, и оно властвует над всем. Мы говорили, от всех вселенных и до каждого человека в частности. Трудно это понять, поэтому есть много религий, в которых у каждого явления есть какой-то свой бог. Бог ветра, бог солнца и так далее. Это как бы легче нам понять, но это не так. Есть ангелы, которые у них есть свои миссии. Это да. Но самый важный творец, самый важный босс. Адон, он один. И мы это уже знаем. Если только посылка в книге Шая, Атем Эдай. То есть, евреи, мы свидетели того, что есть один бог, нам он раскрылся. Благодаря Авар Амавину нам он раскрылся. И теперь мы это знаем. А другие люди, они этого не знают. Но они тогда узнают. В конце все признают, атеисты, агностики, анархисты, буддисты, все исты, все артисты. И все в конце будут знать, что есть Ашем и Хад. А мы знаем это уже сейчас. И нам от этого очень хорошо. Мы должны радоваться, что мы уже поняли истину, до которой еще не все дошли. Шма истрель, Ашем илюкейну, наш бог, он бог и Хад. Ну, не только он наш, он бог всех. Просто не все это еще понимают. Но у него к Израилю есть особое отношение. В слове Хад надо тоже заметить, что Хад, надо немножко Хэд сказать более длинным, потому что Далит. Хад. Хэд. Буква Хэда, когда она пишется там, она пишется, наверху есть как бы такая крыша, которая смотрит наверх, как у домика Хэд. И это нам намекает, что Ашем он и Хад везде, и на небесах, и на земле. А Далит, Д, Далит это четыре, по гематрии, Д, Эхад, Д, Далит четыре. Когда мы говорим, мы это имеем в виду, что он на всех четырех сторонах света. Хэд это наверху, внизу, Далит это как бы на все четыре стороны. Эхад, Ашем, Эхад. Вот более-менее такой должна быть Кавана в Шма Исраиль. Слушай и пойми, что Ашем, который все составляет, весь этот мир, он Гуве, у него нет времени, он будет в будущем. Ашем, наш Бог, который нам открылся, он Эхад на все народы, нет кроме него никаких других сил, которые могут воздействовать на этот мир. А дальше мы говорим почему-то шепотом. Дальше есть продолжение, внизу написано, всегда написано внизу, под Ашма Исраиль, написано, видите, написано Беллахаш, Беллахаш, это шепотом. Такую фразу мы говорим. Барухаш, Шем, Квод Мальхуто, Лу-Лям Ваэт. Почему-то шепотом, что это написано. Ну, Барух, мы уже знаем. А Шем, ты Барух. Шем, Квод Мальхуто. Это такой смехут трехэтажный. Шем, имя, Квод, почет, Мальхуто. Мальхут, это царство его. То есть имя царства, имя почет царства его. Лу-Лям Ваэт. Не всегда. Это Шма Исраиль. Описано в переводе благословенное имя славанного царствования его в веки веков. Почему это говорится шепотом? Чтобы это объяснить немножко, я скажу такой пример. Допустим, когда человек видит что-то грандиозное, что-то очень красивое. Допустим, какой-то огромный водопад. Красивый, вокруг цветы. Вау! Человек не может ничего сказать, нечего сказать. Он только говорит, вау! Только говорит шепотом, как красиво, как красиво. Любой бослик, он тускнеет на фоне этого величия. Поэтому мы говорим это шепотом. После Шма Исраиль, мы сейчас только что сказали Шма Исраиль. Мы приблизились к самому Творцу. К самому Творцу мы приблизились. Мы сказали Шма Исраиль, Ашем Ихат. Мы сказали его имя. Конечно, после этого, мы говорим шепотом. Или когда человек чего-то боится, вдруг он испугался. Очень страшно. Настолько страшно, что он не может говорить. Только говорит тихо, тихо, он не может говорить. Страшно. Тоже здесь. Это страшно стоять перед Творцом? Это страшно. Поэтому мы говорим шепотом. Это такое объяснение, чтобы немножко понять. Есть объяснение, которое приводится в Гморе. Там приводится опять притча. Такая притча, что это Машаль. Машаль, допустим, есть какая-то принцесса. Эта принцесса, она очень важная. Она сидит, и она хочет кушать. Она хочет кушать. Она видит там стол, там что-то вкусненькое. Теперь она же принцесса, она же может... Ой-ой-ой, я голодная, как мои дочки. Ой-ой-ой, я голодная, я голодная. Срочно, срочно кушать, срочно кушать, срочно кушать. Ну, неприлично, но сиди спокойно. Те же принцесса. Если она будет сидеть спокойно, то никто на нее внимания не обратит, так она будет сидеть, останется голодной. Поэтому, что ей делать? Если она начнет кричать, а дайте мне похуже, я голодная, это же принцесса, разве так делается? Если она будет сидеть спокойненько, скромненько, то она не получит еды. Так что она делает? Она шепотом говорит своим слугам, подвези, пожалуйста, картошечку с подливкой. И она тихонечко говорит, и она спокойно получает то, что ей надо. Это такая и такая притча. То есть, эта притча видна, что громко говорить ей не идет. И также мы говорим шепотом барух шем кодмах соль лам вейт. Спрашивается, какая связь между этой притчей и между тем, что мы говорим. То есть, как будто громко сказать это будет неуважительно. Мы уже говорим очень красивые вещи. Мы говорим, благословенное имя славного царствования Его во веки веков. Разве это некрасиво? Разве это неуважительно? Почему это говорим шепотом? Объясняется так, что мы говорим. Мы говорим, что благословенное имя славного царствования Его. Мы говорим про царство. Какое царство? Царство это понятие нашего. У нас есть на земле цари. Он царь над нами. И все. Это весь его почет. То, что он царь. А шем он намного больше, чем царь. Мы даже не можем понять его величие. Это тоже надо понять. Мы не можем понять величие этого родца никаким образом. Мы можем только это просуждать, приближаться. Все больше, выше и выше. Но полностью это просто невозможно. Когда мы живем в этом мире. Это невозможно. Поэтому сказать, что он царь. Такой большой царь. Это как сказать на какого-то на самом деле большого царя, что он выстрелил какой-то деревушке. Это его может даже обидеть, а не уважить. Поэтому он говорит это шепотом. Но все-таки Ашем хочет быть царем в этом мире. Это его желание. Поэтому до этого мы говорим. Он просто в нашем понятии после скромности открывает себя нам в этом мире по своему милосердию. Он нам тут открывается в этом мире. Он намного больше, намного величественнее. Мы даже не знаем, сколько есть галактики. Мы не знаем, насколько мир огромен. Мы даже не представляем себе этого. Сходите в планетарий и вы поймете, насколько мы мизерны. И все это Ашем. А мы говорим, что ты царь. Правда, ты царь. Ты царь намного больше. Мы не можем это выразить. Поэтому говорим это шепотом. Здесь тоже такое объяснение. Шма Исраэль. Опять это написано в Торе. Это сказал Мушарабейну. Но тоже Якова Вину эту фразу. Когда его сыновья встречаются Якова Вину, они это говорят. Потому что сказано, что Якова Вину хотел им раскрыть, что будет в будущем. И вдруг он почувствовал, что от него шхена ушла. Вдруг его дар пророчества не мог это раскрыть. Он подумал, что, может быть, это из-за того, что в одних из его сынових есть какой-то псуль какой-то. Может быть, они склонились, не дай бог, как Аудазара. Может, они отдалились от Одиного Бога. Тогда ему сказали его сыновья. Шма Исраэль. Исраэль это также имя Якова. Имя Якова, которое ему дали дальше, впоследствии это Исраэль. Поэтому Исраэль ему сказали. Шма Исраэль. Слушай, отец наш Яков Исраэль. Ашем Илюкейну Ашем Ихад. Мы все верим, как и ты веришь, что Ашем Ихад. И тогда Яков сказал. Баруха Шем Квон Хуто Лавей. Там как бы Баруха Шем. Баруха Шем. Но Муше Равен этого не говорил. И поэтому мудрецы говорят, что вот они сомневаются. И Муше Равен этого не говорил. Так как же мы это будем говорить? Но вообще этого не сказали. Допустим просто Шма Исраэль. Адуна Илюкейну Адуна Ихад. И дальше Ваавта. Без Баруха Шем Квон Хуто. Но Яков Ивина сказал. Это написано в Торе. Поэтому мы говорим это шепотом. Это еще одно объяснение, почему говорится это шепотом. После этого Шма Исраэль считается, что мы принимаем на себя то, что называется Оль Мальхуд Шамайм. Трудно это объяснить. Даже боюсь начать про это говорить. Что такое Оль Мальхуд Шамайм. Скажем. В общем. Что Оль Мальхуд Шамайм. Это придает на себя какой-то, грубо говоря, контракт. Как человек, который идет на работу. Но на работе есть контракт. Подписывается контракт. И каждый знает условия работы. Дальше. В следующем отрывке Шма Исраэль. И после него будет обговорен точно этот контракт. То есть, что мы должны делать. Что нам за это будет. Какая зарплата, грубо говоря. То есть, все обговорено. Но этого недостаточно. Потому что человек может в момент уволиться. Ему предложат более хорошую работу. Поэтому мы говорим Шма Исраэль. Тем самым мы принимаем Оль Мальхуд Шамайм. Это перед тем, как мы принимаем на себя все условия работы. То есть, есть условия работы. Там есть форма работы. Есть часы работы. Есть все-все условия. Где ты работаешь. Как ты работаешь. Куча-куча разных условий. Но есть что-то важное более чем это. Понять, что ты на этом работе. Есть у тебя босс. И ты слушаешься его. Если ты не согласен слушаться босса. То извини. Как ты будешь на этой работе работать? Тебе требуется Нейманут. Сначала Рабай Мно Теха. Нужно быть Нейман. Нужно быть верен этой работе. Если ты не верен работник. Если ты неверный. То любой контракт не поможет. Прежде чем мы должны быть верными. Потом мы подписываем контракт. Это Шма Исраэль. Как мы принимаем из себя Оль Мальхуд Шамайм. Мы должны как бы решить. Каждый из нас должен решить раз и навсегда. Это можно делать каждый день. Раз другому не мешает. Решать. Что окей. Сегодня и дальше я решаю. Что я буду исполнять законы. Законы ТОР. Это такой контракт. Я принимаю это из себя. Нет. Это будет хорошо. Как сказано дальше. Шма Исраэль. Написано так. В книге Рава Бошахаэм Луцата. Писано так. Что кто-то находится в состоянии трепета. Как после Шма Исраэль. Должен быть трепет перед большим боссом. Кто-то находится в состоянии трепета. ТОР. То с ней будет Шхина. Я слышал рассказ одного старого еврея. Он жил в Швейцарии. Это было давно-давно. Лет 80 назад. Он как бы шел. Поздно вечером шел по Швейцарии. И проходил около Исшивы. Исшивы уже все спали. И он решил зайти посмотреть. Там горел какой-то свет в одном окошке. Такой тусклый свет. Он решил зайти посмотреть. Кто там. Что там происходит. Он зашел и видел. Такого маленького. Низкого паренька. Который сидел и учился. Ну. Они разговорились. И так между делом спросил у него. А кем ты собираешься быть. Когда будешь большим. Какие у тебя планы на будущее. Как начали говорить. Он ему говорит. Я. Хочу быть. Мирковали шхина. Как. Он даже не опешил. Не понял. Что что. Ну. Говорит. Я вот этот. Учусь. Хочу быть. Мирковали шхина. Помните. Мы говорили про Миркова. Мирковали шхина. То есть. Тот. Он несет на себе шхину. Ну. Хорошо. Интересно. Он не сам понял. Что имеется ввиду. Ну. Ладно. С успехом. Успехов. Так они расстались. Такой эпизод. Был у них в жизни. Прошло много-много-много лет. Этот вред стал таким уже успешным бизнесменом. Он как-то попал в Израиль. И ему. Было важно посмотреть на Большого Равина. То есть. Он хотел увидеть как выглядит Большой Равин. Хотя бы раз в жизни. Да. Посмотреть. Что такое Большой Равин. Он спросил. Я хочу пойти к самому Большому Равину. Кому пойти? И ему направили в Небрак. Сказали. Тут есть такой Раве Штейнман. Гдоль Адор. Ну. Пойди к нему. Он пошел. Пришел поздно. Опять поздно. Поздная ночь. Встречался. Его не хотели пускать. Потому что уже поздно. Сказали. Рав уже отдыхает. Уже поздно. Рав уже не молод. Он сказал. Что я хочу просто взглянуть. Не буду ни о чем говорить. Просто хочу посмотреть. На Большого Равина. Просто посмотреть. Просто посмотреть. Ну хорошо. Спросили у Рава. Пусть войдет. Он вошел. И он вспомнил. Вдруг он вспомнил. Того самого Нивского юношу. Который сидел. И учился. Он увидел снова Нивского Равина. Который сидит. И снова учится. И он понял. Что такое Шхена. Что такое Мирковали Шхена. Человек стал Гедоля Дор. Это Мирковали Шхена. Помните мы говорили про Машаля Миркова. Что есть карета. Со всадником. Точнее кучера. Есть кони. Так в чем цель кучера этого. Чтобы к нему в карету подсел. Тот важный. Это есть Шхена. Если он будет идти правильной дорогой. Будет соблюдать правила дорожного движения. Что такое соблюдать правила дорожного движения. Это бояться. Это бояться полиции. Почему люди соблюдают правила дорожного движения. По большей части боятся полиции. Чтобы их не хватили. Не штрафовали. Мы все как дети. И тут что-то в этом роде тоже. Мы должны жить по правилам дорожного движения. Есть правила жизни. Если мы их боимся. Тогда к нам подсядет хороший пассажир. Потому что мы будем верные водители. Это Шмайс Рейль. Давайте разберем дальше текст Шмайс Рейль. Дальше написано так. Бахафта. Это видите перед собой. Давайте зачитаем полностью. Потом переведем. Я сказал быстро, потому что время поджимает. Но надо говорить это очень медленно. Извиняюсь за скорость. Переведем. И люби Бога твоего всем сердцем твоим. И всей душой твоей. И всеми достоянием твоими. И да будут слова эти, которые я заповедую тебе ныне на сердце твоем. И обучай им детей твоих. И говори их, когда сидишь в доме твоем. Когда идешь дорогу. И когда ложишься. И когда встаешь. И навяжи их в знак на руку твою. И да будут они украшения между глаз твоих. И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. В конце это имеется ввиду тфилин и мезуза. Расскажу еще один рассказ про мезуза. Настолько важно мезуза. То, что написано внутри мезузы. То, что вешают на дверь. И именно этот текст. Именно вот шмайс-рейль написано и в мезузе. И тоже в тфилин написано шмайс-рейль. Очень часто встречается шмайс-рейль. Мезузев, тфилин. То, что написано. Укшартам леот. Видите в конце. Второй абзац. Укшартам леот аль ядеха. Вайлютутафвест бен енеха. Это тфилин. Укшартам лео аль мезузуд байсеха. Вишареха. Это мезуза. Рассказ про мезузу такой. Что один раз был большой богач. Его имя приводится в гморе. И он решил сравнить, кто богаче. Он или Рабиуда Анаси. Рабиуда Анаси. Это тот, кто составил нашу мишнаюс, нашу мишну. Наси. Он Наси. Вдоль-вдоль. Вдоль-вдоль. Рабиуда. Он удостоился быть и умным, и богатым. Скажем, что не все этого удостаиваются. Он удостоился. Он был очень богат. Вот другой богач, который решил проверить, кто же богач. Кто же богач, я или он. И он взял у себя из своих закромов, нашел самый-самый-самый дорогой, драгоценный камень. Положил вот такую красивую-красивую шкатулку. И послал его к Рабиуда Анаси и приложил записочку. В записке было написано так, что, дорогой Рабиуда, я тебе посылаю подарок от меня. Пожалуйста, это тебе. Это очень дорогой камень. Я прошу у тебя, чтобы ты тоже мне послал подарок, пожалуйста. И пожалуйста, если можешь, чтобы подарок был не дешевле, чем этот камешек. Так он ему послал записку. Посланник пришел к Рабиуда, дал ему эту шкатулку. А от кого это? Открыл, посмотрел. Вау, очень красиво. Видит записку. И он Рабиуда призадумался. А что же я ему пошлю? На самом деле камень очень дорогой. Очень дорогой камень. Я даже не уверен, если есть такой камень. У меня много богатств, но такого камня нет у меня. Что же я ему послать, чтобы он не обиделся? Что же я ему послать? В конце придумал. Взял мизузу. Кусочек, завернутую мизузу. Или, может, не завернутую. Еще. Кусочек мизуза. Написал Шма-Исраэль. Положил в шкатулку и вернул этому богачу. Посланник возвращается. Вернул богачушку эту шкатулку. А тот открывает. Думает, ай-ай. Ну, сейчас посмотрим. Подарочек открывает. Там какой-то кусочек. Что такое? Бумажка, записка. Что это такое вообще? Что там написано? Что-то на еврите. Что? Издевается, что ли? Очень разозлился. Послал обратно этого шелиха. Сказал, что пусть не издевается. Пусть принесет ему свои извинения и объяснения. Что это такое? Что это такое? Что это такое? Безобразие. Окей. Вернулся. Спросил Рабиуда. Почему так? Мой хозяин гневается. Сказал ему Рабиуда. Он зря гневается. Ты знаешь, что я ему послал что-то, что намного дороже всего его состояния. Почему? Я ему послал какую-то там записку, как это понимать. Он говорит, смотри, я тебе объясню. Этот камень, который он мне послал, он на самом деле очень дорогой и красивый. Он мне нравится. Но теперь я должен его постоянно охранять. Я теперь буду бояться, жду к его украдут. Должен оплатить стражникам. Короче, это подарок такой. Хороший, но не знаю. Может мне без него было бы легче жить даже. А вот ему я послал мизуза. Это мизуза. Скажу вот так, что если поставить ее на дверь, на косяки двери, то она будет охранять все его имущество. Теперь ты понимаешь, почему мой подарок намного дороже. То есть я буду охранять все его имущество. Не только камень один, а все его имущество. Он положил сегодня камень из своего богатства. Тот богач был мизурак. Он это понял. Есть много еще рассказов про мизуза, когда благодаря мизузе, у езузей люди, хазрубучивайс, рассказ про Ункилюс, который перевел всю Тору. Не будем углубляться, но мизуза у этой очень большая сила. Она именно нас охраняет. То, что описано в первом отрывке Шмайс Сраиль. Только давайте разберем еще важную вещь, что касается иврита. Посмотрите, снова на текст взглянем. Тут снова, видите, есть такие буквы, которые выделены. И они снова показывают на окончания, и даже на двойные окончания. Вот смотрите, ВАГАВТА, это ты, ААВТА. Это написано как бы ААВТА, это время прошедшее. Но тут важно понять, что в Торе часто время прошедшее переворачивается или в будущее, или в повелительное наклонение, что называется ЦИВУЙ. Это делается с помощью буквы ВАВ. ВАВ в начале слова ВАГАВТА. Это ВАВ, оно переворачивает время из будущего, из прошедшего, извиняюсь, в будущее. Или в этом случае делает из него ЦИВУЙ, повеление ВАГАВТА, то есть просто АГАВТА это ты любил, а ВАГАВТА и ты возлюби. ВАГАВТА, ЭТ АШЕМ ЭЛУКЕХА. ЭЛУКЕХА, снова АХАВ, это ТВОЕГО. ВАГАВТА, всем сердцем ТВОЕМ. Видите, насколько часто, насколько часто встречается, видите, окончание, поэтому это так подчеркиваю. ВАГАВТА, ВАГАВТА, ГЛАГОЛ С ОКОНЧАНИЕМ, МИЦАВЭ ОТХА, АЙОМ АЛЬ ЛЕВАВЕХА, ЛЕВАВЕХА, сердце ТВОЕ. ВЕШИНАНТАМ, тут есть два окончания, ВЕШИНАНТАМ, ШИНАНТА, ОТТАМ, ЛИШАННН, ВЕШИНАНН, ну, вообще, ШЭНН, это ЗУПШЕН, а ЛЕШИНАНН, как бы ЗУБРИТЬ, все время повторять, ЛЕШИНАНТА, это глагол ЛЕШАННН, ШИНАННН, это он повторял, ШИНАННТА, это ты повторял, ВАВ, АЙОПУХ переворачивает, ИЗУБРИ, это ВЕШИНАННТА, МЭМ, что такое МЭМ, это ОТАМ, ОТАМ, ВЕШИНАННТА ОТАМ, написано одним словом, да, и ты повторяй их, ты все время учи их, и ты обучай им, детей твоих, ВЕШИНАННТАМ, ЛЕВАНЕЙХА, ВАНЕЙХА, видите, ЮД, и ХАВ в конце, БАНЕЙХА, то есть БАНИМ, ЮД показывает, что это много БАНИМ, не один, а много сыновей, БАНЕЙХА, АХАВ это твои, БАНЕЙХА, ЛЕВАНЕХА, Детям твоим, Сыновя твоим, ВЕДИБАРТА, ТА ДИБАРТА, БАММ, тоже БАММ, это они, эти слова ТОРЫ, ВЕШИХАВИХА, БЕШИВТИХА, ЛАШЕВЕТ сидеть, БЕШИВТИХА, и когда ты, сидишь в доме твоем, ВЕШИВТИХА, ВЕШИВТИХА, да, Дом твой ВЕШИВТИХА, УВАЛЕХТИХА, ЛАЛЕХЕТ, ИДЕШЬ, КДА ТЫ ИДЕШЬ, ПО ДЕРОГИ, УВАЛЕХТИХА, ЛЕЖАТЬ, КДА ТЫ ЛЕЖИШЬ, УВАКУМЕХА, КУМ, КДА ТЫ ВСТАЁШ, ЛАКУМ, ВСТАВАТЬ, КУМЕХА, КДА ТЫ ВСТАЁШ, УКШАРТАМ, СНОВА, КШАРТАМ, КАШАРТА, ОТАМ, КАШАР, ЗАВЯЗАЛ, КАШАРТА, 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 ЗАВЯЗАЛ, Это очень-очень большое, это много смысла скрывается, это знак знамения, ОТ, Сначала одно и второе слово, УКШАРТАМ ЛИОТ АЛЬЯДЕХА, НЕ РУКУ ТВОЮ, ВАЮ ЛЕ ТУТАФОТ, 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 тут написано украшение, надо еще понять, что такое слово ТУТАФОТ, это слово, в принципе, это слово не на иврите, БЕН ЭЙНЕХА, МЕЖУ ГЛАЗАМИ ТВОИМИ, И мы заканчиваем, УКСАВТАМ, КАТАФТА, СНОВА КАТАФТА ОТТАМ АЛЬМЕЗУЗОТ, БЕСЕХА, СНОВА ДОМ, УВИ ШААРЕХА, Видите, БЕТЕХА, там нет ют в конце, потому что один дом твой, а ШАРЕХА есть ют, потому что это много вратов, ШААРЕХА, ШАРИМ это врата, ШААРЕХА, врата твои. Это то, что называется такой ПШАТ, да, по-простому мы прочитали, перевели и поняли структуру слов и их перевод. Что еще можно добавить к первому отрывку ШМА ИСРАЕЛЬ? Думаю, что мы на этом остановимся, только хочу поблагодарить сердечных людей, которые мне помогают в этих уроках. Мне помогает книга Рава Ури Вайсблюм, покажу эту книгу, эта книга, там очень красиво, много написано про молитву, называется ЦЕФЕР АРАТАТФИЛА, хочу поблагодарить Рава Якова Баума, который тоже дает уроки на тему молитвы, которые я слушаю и много оттуда почерпываю. Мы закончим на этом. И ПШМ продолжим в следующий раз с изучением КРИЯ ЧМА. Спасибо за внимание, что мы достоились на самом деле принять на себя ОЛЬМАЛХУТ ШАМАИМ, БААВА, БАСИМХА. Интересно, что мы говорили про страх, интересно, что человек боится любого страха, правильно? Человек боится страха. Но есть один страх, который человек не боится. И РАТ ШАМАИМ, от этого человек не боится на самом деле, от этого в душе хорошо. Человек такой, что у него есть ИРАТ ШАМАИМ, он не боится, он радостный. Почему это так? Потому что ИРАТ ШАМАИМ это страх настоящий. То есть на самом деле есть чего бояться. Это страх, который близок к ЭМЭТ, правде. Другие страхи, они не настоящие. Например, если человек застрял в лифте, ой, там нет света, все, паника. На самом деле бояться нечего, ты же не будешь там сидеть несколько дней, тебя оттуда вытащат, так что бояться? Лифт не упадет, воду тебе рано или поздно дадут попить. То есть на самом деле бояться нечего. На работу опоздаешь, ну максимум, что случится. То есть эти страхи, они не страхи такие, которые прямо близко к правде. Это больше какие-то иллюзии, мы боимся больше иллюзий. Боимся того, чего нет. Страхи это иллюзии. Есть один страх, который, он страх настоящий. Это страх перед небесами. ИРАТ ШАМАИМ. Поэтому от этого нам хорошо, потому что это имеет душа, она тянется к правде. Как только есть правда, даже если страшная правда, в душе от этого хорошо. Поэтому мы говорим, есть такая шабадная песня, МШОХНОМ ИРАТЕХА. Есть песня, которую сочнил Раби Арун Агадуль Миккаралин. КОЯХСОВ. КОЯХСОВ песня. Там прямо в самом начале есть строчки. МШОХНОМ ИРАТЕХА. ЛЯ АММ ВИВАКШЕЙ РАЦУНЭХА. МШОХНОАМ ИРАТЕХА. Как бы притяни приятное ощущение, ноам, приятное ощущение от трепета перед тобой. МШОХ. Тайна, притяни. МШОХНОМ ИРАТЕХА. ЛЯ АММ ВИВАКШЕЙ РАЦУНЭХА. Народу, который просит РАЦУНЭХА. Мы просим исполнять твоё желание. Это Кречма. Спасибо за внимание. Всего хорошего.